Такую картину вполне можно было увидеть во время войны. Старенький грузовик везет молодых бойцов, мальчишек и девчонок. Грохот видавшего вида двигателя такой, что заглушает песню. Еще немного времени и грузовик с певцами въезжает на территорию музея-заповедника Горки-Ленинский. Одетые в форму молодые люди, а также техника военных лет, выставленная у научно-культурного центра, встречают всех, кто пришел сегодня на празднование Дня Победы и создают соответствующее настроение. Песни военных лет, торжественные марши и популярные мелодии, посвященные Великой Отечественной войне, звучали в этот день отовсюду. У памятника погибшим воинам расположился военный духовой оркестр. На празднование Дня Победы в этом году в Горки-Ленинский пришло порядка полутора тысяч человек. И хотя, входя на территорию музея-заповедника, гости уже попадали в атмосферу праздника, традиционно праздничные мероприятия начались с митинга у памятника павшим в Великой Отечественной войне. Сегодня в нашем поселении осталось всего пять живых ветеранов Великой Отечественной войны. Идут годы, конечно, они уходят. Но мы должны помнить и передавать из поколения в поколение своим детям и внукам о том, какой страшной была война. На митинге выступали как официальные лица, так и те, кому посвящен этот праздник. Ветераны и дети войны. Несмотря на то, что отмечали 72-ю годовщину Победы, для многих этот праздник по-прежнему в буквальном смысле со слезами на глазах. Закончилась церемония молитвой об успокоении тех, кто погиб, защищая Родину. После митинга сотни людей встали в колонну с портретами своих родных, воевавших и погибших на войне. Бессмертный полк, возглавляемый музыкантами оркестра, прошел по одной из аллей музея-заповедника. Надо отметить, что в этом году эта всероссийская акция проводилась в десятый раз. Наряду со взрослыми, среди тех, кто шел в этих рядах, можно было увидеть и большое количество совсем маленьких россиян. Продолжился праздник у сцены, где перед собравшимися выступали сольные исполнители и творческие коллективы. В военных палатках все желающие могли посетить мастер-класс по изготовлению сувениров. Казаки порадовали публику своим мастерством в обращении с шашками. А мальчишки учились разбирать настоящий автомат. Благодаря таким праздникам, особенно тому, что в них принимает участие огромное количество молодежи, можно быть уверенным, память о Великой Отечественной войне и победе в ней будет жить долго. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ.